Вячеслав Петисов Игорь Ларионов Владимир Крутов Сергей Макаров Мы привыкли к победам наших хоккеистов Но только теперь, после конфликта лидеров сборной и ЦСКА с тренером Виктором Васильевичем Тихоновым Мы задумались, а какой ценой? Я должен сказать о том, что великие Ну уж прости, что я буду так говорить Великие всегда конфликтуют с великими тренерами Великие тренеры всегда конфликтуют только с великими игроками Но это естественно Конфликт Виктора Васильевича с нами был заложен действительно с приходом его в команду ЦСКА И здесь он, в общем-то, закономерен Потому что, чтобы руководить командой Надо было, в первую очередь, суметь руководить Михаилом Петровым-Харлавовым Ведущим звеном С игроком на разгарках с человеком То есть понимать его как человека Тихонов не старался этого делать Его интересовал только игрок Вот и все Мне всегда это бесило Потому что невозможно, находясь в коллективе И, в общем-то, находясь большую часть времени В отрыве от семьи, от родителей, от детей И Тихонов не находил даже возможности побеседовать То есть понять, понять человека Понять игрока как человека То есть какой-то внутренний мир его узнать Он это не старался делать Думаю, это его беда Что он не смог за все эти годы найти общего языка с ребятами Я с ними делю все, что они проходят Все сборы Все радости и огорчения И поражения, и победы И радость, все И негативно, и все Если бы я жил какую-то другую жизнь Тогда может быть ко мне Более серьезные претензии Вот после вот этих публикаций Появился опасение Вот если что-то не так скажешь Завтра появится в печати Я считаю, что это безобразие А так сейчас и есть Потом несколько будет стыдно Я думаю, что за это Вот почему я и не ответил Я отвечу Услышав это, мы обрадовались Ведь весь тот трудный сезон Тихонов отмалчивался Более полугода мы провели Вместе с хоккеистами В разгар конфликта И когда, казалось, он начал затихать И вот последний визит Во владение нашей ледовой дружины Что снится ребятам? Близкие, любимые, дети Во сне их увидеть легче, чем наяву Ведь 300 дней в году Игроки сборной И не только хоккейной Проводят на сборах Здесь, по мнению тренеров Их дом А раз так, то пусть живут На спортбазе безвылазно По подсчетам жены Одного из лидеров сборной по хоккею В олимпийском сезоне 1988 года Ее муж ночевал дома Всего 9 ночей Кому понравится такая жизнь? А для Тихонова, сумевшего Все подчинить любимому делу Здесь родной дом Как и их тренер Они фанатики хоккея Но всему есть предел И терпению тоже Хоккей для него все И работа И хобби Я по натуре своей Очень терпеливый Я очень взрывной Не сейчас я такой был Так уже заложено И знают Ребята, например, хорошо знают Что я отхочу И они знают Когда ко мне подойти В таких случаях Когда мы начинали По-моему, у нас вообще Никаких не было трений Когда вот первый год Когда у нас Второй год Когда нас соединили По-моему Такое единодушие Пожелал бы, наверное, всем С годами, конечно, появились Конфликты Это несомненно Конфликты, может быть И в жизни были И вот мы со Славкой Часто очень ругались Это здесь И говорить нечего То есть Может быть, там Не любили были моменты Там друг друга Может быть, даже ненавидели Были такие моменты Там и Прага В 85-й год Когда там Начали обвинять друг друга Это несомненно Я считаю, что Это жизнь То есть, если бы мы говорили Что у нас на протяжении Всех этих лет Было все хорошо И мы так любим друг друга Это неправильно Это не так И как в любом обществе А у нас маленький коллектив То есть Это общество И в спорте, наверное, даже Лучше, чем в жизни Высвечиваются те моменты Негативные Хорошие, плохие Как в жизни То в спорте Это, наверное Потому что Жизнь спортсмена Очень короткая И вот На протяжении Этого Отрезка времени Может быть Все это быстрее Появляется В 10 раз А сейчас мы уже уходим Их решение Уйти из команды Для многих Было неожиданным Ситуацию Прояснил Лорионов В открытом письме Тихонову В журнале Огонек Вы, Виктор Васильевич Превратились В последние годы Писал Лорионов В эткого Хоккейного Монарха Захотите Накажете Захотите Помилуете Ваш тренерский стиль Который, возможно Давал положительные Результаты В прошлом Перестает себя Оправдывать Трещит по всем Статьям Как и сама Административно-командная Система Сложившаяся В нашей стране И это писалось О тренере Заслуги которого В нашем хоккее Сопоставимы Лишь с заслугами Анатолия Тарасова Их сравнивали Все годы Работы Тихонова В ЦСКА Причем Поначалу сравнение Было не в пользу Виктора Васильевича Не всем нравился Хоккей Который он Проповедовал Но время И победы Работали На него Подтверждая Правоту Тихонова И теперь уже казалось Что его авторитет Столь высок Что исключает Какую-либо полемику С ним Тем более Внутри команды Начало чемпионата Было такое Что команда Находилась у меня На шестом Седьмом месте Забеспокоились все Что произошло Ну Многие вопросы Поднялись Негативные И конечно В этой ситуации Нужно было Сохранить команду Я должен был Сохранить команду А сохранить команду Только результат Тихонову не позавидуешь Чуть ли не каждую неделю Его ученик Центр форвард Первой тройки Игорь Ларионов Выступал То в одном То в другом издании С критикой Учителя Ему предоставляли Трибуну Огонек Смена Спортивные игры Московский комсомолец Вновь огонек Я подумал Все равно Рано или поздно Все равно Мне пришлось бы Об этом говорить Об этом писать Но Одно дело Когда заканчиваешь играть Вот То есть Писать об этом Тогда были бы разговоры Почему-то Раньше молчал Когда играл Почему-то сейчас Решил все сделать Поэтому я решил Именно сделать Тогда Когда я еще играю Чтобы это было В общем-то Важно Именно тогда Когда Я действую Когда Значит Я могу что-то изменить В хоккее Хотя бы Не только я Я хотел бы Чтобы мои партнеры В этом вручились Потому что Настало время Уже менять что-то в хоккее Потому что За теми громкими победами Которые у нас Есть В хоккее Мы забываем о том Что наш хоккей Все-таки падает И интерес зрителей Не возрастает Но может уменьшается Поэтому И решился Все эти вопросы Поднять И конечно Безусловно Значит Одна из причин Это Был мой конфликт С тренером Потому что Уже много лет Я пытался С ним найти общий язык Вот Но Мне не удавалось Это сделать И вот И Я решил Побратиться К печати Не позавидуешь Иларионову Это обращение К общественности Едва не стоило ему Места в сборной А это значит Могла развалиться Первая тройка Без которой Трудно представить Нашу хоккейную дружину Но за него Заступились Друзья по тройке Владимир Крутов И Сергей Макаров И капитан сборной страны Вячеслав Фетисов Что мне помогало Помогало мне только то Что Все-таки Люди меня поддерживали Вот я это ощущал Потому что Я провел Наверное Десять дней В составе команды ССК После публикации В огоньке И побывал В двух городах Это Челябинск и Свердоск Люди уже знали об этом Вот И в общем-то Все люди поддерживали меня Даже Такой случай Расскажу Когда Мы Обитали из Челябинска У нас Значит У нас свой военный самолет Мы летаем на игры Вот Меня вызвали С самолета Буквально Около трапа Подошел капитан Высшего Военного училища Штурманов Челябинский Ну Подошел С журналом Огонев Попросил расписаться Вот Говорит Нам скажи Куда Можно написать Письмо Коллективное От всего училища В твою поддержку То есть я думал Что на морозке Что-то скажут Зачем ты все это сделал Зачем ты Это все Напубликовал Но Почти все Почти все Значит в один голос Меня поддержили Конечно Расставание с командой СССР Для меня Это Со сборной команды Было бы очень Тяжелым Кто прав Кто виноват В этом конфликте Не хотелось бы Навязывать свою Точку зрения Решайте сами А разобраться В психологии Взаимоотношений Хоккеистов Лидеров С тренером Лидером Вам помогут Умудренные Жизненным опытом Знаменитые Предшественники Ларионовской Тройки Они также Не раз Конфликтовали С тренерами Но время было Другое И писать об этом Было Не принято Мало кто Из современных Болельщиков Знает Что здесь В бывшем Екатерининском Парке В первые Послевоенные Годы Начиналась История Хоккейной Команды ЦСКА Тогда Команды Всеволода Боброва Об этом Времени Вспоминает Центр Форвард Самой первой Тройки Нашего Хоккея Виктор Шувалов Вспоминаю Эти давние Времена Так вот Сказали Моих Партнеров По тройке Севолода Евгения Которые 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 Так рано Ушли Из жизни И когда Мы Пришли В ЦСКА В ЦСКА То здесь 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 уже Как вы знаете Что да Тарасов Выдающийся Тренер Специалист Хоккея Который Много Сделал Для нашего Советского Хоккея Но Он Он Уже Был Диктатор И он Уже Заставлял Делать так Как нужно Было ему То есть Как он Заставлял Делать ему А мы Уже Как сформировавшие Люди У нас Свои взгляды Были И на физическую Подготовку И на тактику Игры Нам уже Тяжело Было И поэтому Правильно Возникали Конфликты Эти конфликты Были Конечно Нет Все время Будут Проходить Правильно У Тарасова Была же Это тоже Трение И стройкой Петрова Вы как знаете У Тихонова И стройкой Петрова Вот сейчас То же самое Там эти трения Происходят Так что Это Когда взаимоотношения Людей Особенно Людей Таких Как бы Лидеров Авторитетных Там конечно Всегда будут Какие-то там Каждый будет То есть Каждый будет Остаивать Свою точку зрения Бобров был Выдающийся Игрок Хоккей Часто Тоджи Тарасов Заставлял его Работать Как и всех Что там Это в ЦСКА За счет Физической подготовки Играли А он Наоборот Говорил Зачем Я буду Трудиться Работать Я лучше Где-то там Чуть Постоял Зато В нужный момент Я Убежал И забил Одну-две шаги За игру Забью Я нападающий Неподражаемый Всеволод Бобров Для тех Кто помнит Как непросто Складывались Его отношения С тренером Тарасовым Вряд ли Такой уж Сенсацией Стал Недавний Конфликт Тренера Тихонова С нынешними Лидерами Сборной Хорошо выслал Что может быть Это дало Какую-то вспышку Это будни Быть Привычная дорога Обычное их состояние Ожидание Или предчувствие И странно Даже предположить Представить Что совсем уж Скоро Мы будем Воспринимать Изображение Этих лиц Как что-то Ностальгическое Историческое Но случилось Именно так Теперь Наши хоккейные Звезды Играют В разных Клубах За океаном Впрочем Вернемся назад Когда Они были Еще все Вместе Улыбающимися Мы видели Хоккеистов Только На той Тренировке Когда они Играли в футбол Куда деться От ощущения Что ушедшие Из этого зала Великие мастера Оставили нынешним Неизбывную Тоску По игре А не одно лишь Обязательное Прилежание По игре По игре По игре Великие Атем, привет. Как дела? Ну что ты за фильм смотрел? Какой фильм смотрел сегодня? Один ходил что ли? Ты их поднял что ли? Они спали тогда, когда ты к ним зашел или нет? Нет, не спали? А Наташа не пошла, да? Ясно. Ты один дома? Мама где? Перезвони. Понятно. Эти разговоры приоткрывают частную жизнь, столь строго лимитируемую жизнью спортивной. Алло. Ну что, как дела? А? Что, голова болит? Да. А такой быстрый езды что ли? Ну что ты так движешь, что ли? А? Что Дима сделаю? Выпила? Ну правильно. Полегче. Буралгенчик? Из открытого письма хоккеиста Ларионова тренеру Тихонову. Остается лишь удивляться, как жены наши от нас детей рожают. Ведь нормальные взаимоотношения хоккеиста с женой не вписываются в вашу программу. Добрый день, Ларионов Игорь. Как дела? Нормально? Слушай, сегодня сможете подъехать в 7 часов к нам на базу? Значит, нас сфотографировать сегодня. Можете к семье? Значит, мы там подготовимся, возьмем форму. Завтра, понимаешь, там день такой сложный получается. Вот в чем дело. Все нормально, да. Ну тогда более подробно так уже наедине. Понимаешь? Ну там очень сложные дела. Потому что там уже их не пробить. Никак. Вот такие пироги. Не один год выносили диктат тренера игроки тройки Ларионова. А они, молодые, не хотят побед такой ценой. Только демократично ничего не сделать. Вот сейчас у Макарова интересный брат есть, челябинский. Я говорю, Коля, а он же играл, выступал в Финляндии, сейчас работает со второй командой. Я говорю, Коля, как дела? Виктор Васильевич, знаешь, плохо. Я в чем? Да вот этот год, знаешь, демократия, говорит. Я тоже, говорит. Было когда, значит, так, дисциплина, а сейчас вроде так. Ничего не можем сделать, говорит. И вызывали ничего, говорит. Распустилось в команду. В одной команде сейчас пришли 8 человек, отказались тренироваться. Их уволили всех. Суд восстановил. Их все равно опять уволили. В другой трое. Так вот такая пошла. Зачем мы нам столько рады? Ребята, вы же получаете зарплату, которая рабочему не снилась. Тогда держитесь за это, тогда показывайте, а не проблемы нам устраивайте. И у нас у руководителей было даже, стоял вопрос о том, что если так будет дальше, даже пойти на жертву. Тихонов имел в виду Вячеслава Фетисова, бессменного капитана сборной страны последних лет. Следом за Ларионовым он в еще более категоричной форме высказался в печати. Не хочу играть в команде Тихонова. Конфликт этот возник во многом из-за того, что нет у нас правовой основы во взаимоотношениях между хоккеистами и тренерами, хоккеистами и клубами. Тем более, если они военнослужащие. Так может быть, надо судить не их, хоккеистов и тренера, а спортивных руководителей, предпочитавших в этом конфликте выступать в роли судей. Раз, два, раз, два, раз, два. Назад, Миша! Георгий, руку держи сзади-то, не болтайся. Быстром демпе. Раз, два, раз, два, раз, два. Левые руки осторожно. Руки держать надо, Сережа. Выезд, выезд. Сюда, центр круга смотреть. Не разворачивайся, Катя. Центр круга. Вокруг меняй, вокруг меняй. Вокруг, вот тут вот. Вокруг. Раз, два, раз, два. Сереж, скорость, давай, осторожно. В быстром демпе поехали. Раз, два. Чтобы как-то поддерживать спортивную форму, Фетисов был вынужден тренироваться один. Если Вячеслав прожил без большого хоккея несколько месяцев, то звезды минувшего, Александр Альметов и Константин Локтев, много лет. Локтеву прочили роль преемника Тарасова. Под локтевским руководством и первенство выигрывали, и впервые на клубном уровне сразились в Канаде с профессионалами. Но этот тренер-демократ со своими принципами пришелся не ко времени и был заменен работавшим тогда в Риге Тихоновым. Подполковник в отставке Локтев, отставной тренер, ныне инженер по технике безопасности. Не нашел себя после ухода со льда и альметов, но для истории хоккея два эти имени значит многое, независимо от эпитетов и должностей. Это уже как тренером было. Хорошая штука это тут, хорошо, что здесь память есть, хорошо. Да, не хорошо. И он Володя Петров, Михайлов, Борис. Тарасову 70 лет. Казалось бы, время подведения итогов, но его присутствие в хоккее все еще ощутимо. Юбилей Тарасова совпал с разгаром конфликта. Выждав, когда улягутся страсти, Тарасов неожиданно для многих занял позицию хоккеистов, недвусмысленно заявив, с теми, кто смотрит тренеру в рот, боится возразить, победы не добудешь. В юбилей не принято вспоминать плохое. Но что было, то было. Какими бы великими не были игроки, если они вступали в конфликт с Тарасовым, он пытался избавиться от смутьянов. Так случилось и с созданной им тройкой Александров-Альметов-Локтев. Стоило Локтеву выступить в неделе с безобидным по нынешним временам материалом о жизни команды, как разразился конфликт. У меня лично не было такой мысли взбунтоваться. Почему? Потому что, ну, я очень уважал Тарасова как тренера. Очень уважал Тарасова как тренера. Да, я не могу сказать, что он замечательный человек, но это уж все мы грешны, все мы грешны. Когда играешь, и ты знаешь, что ты очень большой спортсмен, и ты большой хоккеист, и как-то ты всегда считаешь, что всегда тренер неправ. Ну, можно. Потому что тут забота только о себе. Тебе самое главное и самому хорошо сыграть. Ну и чтобы, дай бог, и тройки своей хорошо сыграть. Ну, команда там, да. Но остальные, команда, это уже все. Да. Команда будет хорошо играть, если ты будешь хорошо играть, и будет твоя тройка хорошо играть. Тренер же должен заботиться о том, чтобы сыграли все здорово. Ну и, конечно, здесь конфликтная ситуация обязательно создается. И обязательно она будет. Но разные тренеры, разные игроки. Например, тренеры... Ну, давай, Анатолий Ильич Тарасова возьмем. Почему? Ну, делал он эти конфликтные ситуации. Специально, может быть, делал. Я помню, как и против нас это было. Выходят, игроки, бывает, немножечко... Вот-вот должны выйти из-под управления. То есть, они начинают много знать. Вот здесь надо их осадить. Если ты, как игрок, начинаешь уже перерастать тренера, в любом, так сказать, плане, в знании, там... Да, тренеру надо уходить. Да, тренеру тогда делать уже нечего. Вы уловили, как они четко разграничили? Тарасов тренер и Тарасов человек. История повторяется. Специалисты хоккея также разграничивают. Тихонов тренер и Тихонов человек. А сами игроки в разгар страстей поставили под сомнение и его тренерский авторитет, словно забыв, кто приводил их столько раз к победам. Владимир Крутов, номер девятый. КОНЕЦ Вот. Ну, а теперь по конфликту. Здесь стоит вопрос об отношениях игрок-тренер. Так, можно сказать, что вот и по телевидению, и раньше в прессе писал, что Тихонов идеальный тренер, идеальный человек. Ну, таких людей не бывает. И каждый человек имеет какие-то недостатки. Но в хоккее это все, как бы говорится, было ну, только в команде. Никто это, никто не знал, что у нас творится, какие у нас отношения идут с тренером, какие у нас разговоры ведутся. Ну, сейчас, Дмитрий Васильевич, как обращается с игрокомер с вами, на Дмитрий Васильевне. Ну, резкого изменения, конечно, нет. А чем вы это объясняете? Вы же не будете отрицать, что это великий выдающий сценарь, правильно? Как вы считаете? Ну, я не знаю, был бы он таким выдающим, если бы он работал в Динамо-Риге. Ведь, подождите, когда он пришел в ЦСКА, здесь мы тоже слушали в 77-м году, когда он пришел в ЦСКА, и здесь у нас было такая, ну, перевод, интервью Тихонову в газете журналу стадион Чехословацка. Да, когда он пришел в ЦСКА, он сказал, что он пришел, значит, команда была неплохая в 77-м году. Хотя там играли Михайлов, Харламов, Петров, Жлуктов, Викулов. Неплохие игроки это были. Из них он сделал хорошее. Ну, ему сейчас тяжело, наверное, говорит, я тебе ответил. Ну, я тебе тоже. Говори. Ну, это прежде всего, но в это время, это если мы брать, когда пришел к нам Виктор Васильевич с командой, авторитетом он никакого для нас не пользовался. Ну, просто. Наш авторитет игровой, как игроков, и авторитет Тихонову. И мы стили, методы игры, Ирлического Динамо просто не признавали. Правильно, Володь? Говорили ли мы Тихонову что-то, или не говорили, возникал у нас конфликт такой, или нет, он возникал. И говорить говорили. Но единственное, что мы, мы не выносили это, так как говорится, ссор из СБ. Дальше, чем в команде ЦСКА он не был. Я не знаю, как со своей стороны Виктор Васильевич поступал, говорил, рассказывал он кому-то, что там. Мы со своей стороны этого не делали. Конфликт с тренером хоккеистов еще одной первой тройки Харламов, Михайлов разыгрывался на глазах молодых Фетисова, Крутого, Макарова. Тогда они поняли, что их тренер отказывает игрокам вправе на свое мнение, на свою точку зрения. Тихонов не считался с самолюбием даже лидеров команды, не считал их личностей. Те же, кто поднимал голос против, водворялись и из ЦСКА, и из сборной. Первым был исключен Михайлов, Петров ушел сам. А что касается моего мнения по Тихонову как специалисту, я считаю, что это бухгалтер от хоккея. Вот у меня такое мнение. Я здесь с Володей не согласен. Он знает хоккей, очень много труится, работает. Бухгалтер тоже труится, работает. И никто этого не снимает с него, если бы еще он и не трудился. Такое разное отношение друзей к Тихонову объясняется их неодинаковым положением, который уже год Петрова отказывают вправе быть тренером команды мастеров, в чем видится ему проявление воли Тихонова. А вот Михайлова, тот же Тихонов, пригласил через несколько лет вторым тренером и начальником команды ЦСКА. Но в душе у Михайлова осталась обида. Рано ли я закончил или мог, у меня было желание отыграть этот сезон. Мое мне убеждение было, что я мог отыграть на уровне ЦСКА и сборной. Если тренер опоздал со сменой поколений, то упрекает, тренер зевнул этот момент. Он слишком долго затянул вот этот процесс. И я думаю, что мы все умные люди, неглупые, поймем, что это необходимо для роста команды. Ну а так, вот как вот например, со мной, вот например, у меня, я хотя и работаю сейчас с Виктором Васильевичем, у нас и согласие, все, но тот осадок он остается все равно. Вот если бы, например, меня вызвали и сказали, с ним поговорил там час, два, три, я думаю, чтобы я понял и спокойно бы ушел. А так, вызывает зампредседателя и говорит, чтобы я, убеждает меня, чтобы я закончил. Я считаю, что это неправильно, потому что зампредседателя спорткомитета у нас в год, сколько, пять-шесть встреч, да? А с тренером мы живем ежедневно. Ну, хоккей есть хоккей, ну, кроме хоккей мы живем, мы же люди. Тихий же выговорил, что, мол, значит, кто-то ему сказал, я не знаю, или в госком спорте, или еще где-то, что он может, он может выгонять любого из команды, он может проиграть чемпионат, но чтобы у него был в команде порядок. Он же говорит, что он максималист, и вдруг такие заявления, что мне сказали, выгоняя любого, даже можешь проиграть чемпионат мира. Ну, я думаю, что если прожить с человеком там по 10, по 12 лет, то так поступать с ребятами, это так может и каждый стать таким же дипломатом, тем более, он же наш, может так, ну, как тренер бывает, это, в принципе, второй отец должен быть. Если он так со своими детьми поступает, значит, он просто нас обманывает. Правда, много обид и на руководство, и на тренера. Легче было бы, наверное, проиграть нам пару турниров каких-то престижных. Все равно мы бы остались, если так вот, по большому счету. Игроки бы остались, может, тренера поменяли, может, нам легче было. Устают от поражения. Это общеизвестно. Но я вот уже знаю, работаю много лет. Пришел к выводу, что устают и от побед. Как ни парадоксально, а устают от побед. Потому что нужно все время выиграть. Нужно себя постоянно профессионально готовить. Отказываться от многих таких общих, человеческих, простых радостей. Все какие-то думают, только хоккей, хоккей, хоккей. Вот если спросить, ну как насчет дома, домой поедем? Вот, домой, вот у нас тренировка, давайте лучше там хоккей посмотрим, какое-нибудь это, проведем теоретическое занятие. Ну так уже, целый день хоккей у нас. И все этого мало. И часто говорят, а зачем все выиграть? А зачем ставить, значит, максимальный результат? А может быть, вот здесь передохнуть, а может быть, я думаю, что нам просто никто это не позволит. С нашей командой, допустим, с хоккейной командой, вы нигде не скажете, что мы хотим занять второе место. Это, говорят, это кажется абсурд. Даже иностранцы, когда задают вопрос, вот, а если вы займете второе место, я говорю, а как вы считаете, они говорят, если вы займете второе место, это катастрофа. А для хоккеистов, современных, молодых людей, катастрофа в том, что тренер не видит в них равноценных партнеров, единомышленников, можно сказать, товарищей по оружию. Да, тот конфликт, который, в общем-то, зрел, он, так сказать, нарыв прорвался, но это не значит, что, в общем-то, все закончилось. Мне кажется, этот конфликт еще до конца не исчерпал себя. Ну, к правде, так сказать, к, как говорится, к завершению, он, может, придет через некоторое время, определяет правоту одного или другого человека. Но мы просто не должны забывать, что и те, и другие служат советскому хоккею. И, понимаете, в чем дело? Мне казалось бы так, что за этим конфликтом мы потеряли советский хоккей. Уходя из ЦСКА, Петров сказал Фетисову и его партнерам, держитесь вместе, ребята. Пока вас не растащат поодиночке, как нас, вы будете силны. мне хочется надеяться, что это все будет последняя моя тренировка без команды. Думаю, что все хорошо должно сложиться. мои товарищи заявили форму ультиматума, если я не пойду на чемпионат мира, то, значит, они откажутся. Я считаю, что я благодарен ребятам за поддержку. Так категорично ставить вопрос, я считаю, тоже не следует. я знаю, что ребята сказали, что на сегодняшнем собрании, если вопрос не решится, то они уедут со сборов. Я сегодня ездил в Колоскову, начальнику управления, вот, и написал заявление, что прошу допустить меня к тренировкам, сделаю все, отдам все силы, все знания, свой опыт для того, чтобы сборная СССР успешно выступила на чемпионате мира. И мои слова относительно того, что не хочу играть в команде Тихона, сборная СССР отношений никакого не имеет, потому что сборная СССР это не команда Тихона. Я в этом году только очень был обижен. До этого, ну, это в рабочем порядке все. Я понимаю, что я старший, я понимаю, должен снисходительно относиться к определенным слабостям, что-то прощать, где-то не прощать, ясно, и что-то и прощать. Но этот год, знаете, можно критиковать, можно называть вашу работу как негативную, находить в ней много недостатков. Но если это в обидной, в оскорбительной, тонах на страницах печати, то я думаю, что никто этого не может мимо пройти, так и не обидеться, и не возмутиться. Вот это. И поэтому у меня первое, когда была публикация, у меня был, конечно, взрыв, а потом успокоился, думаю, не надо лезть в эту борьбу. я должен своей работой, своим результатом, еще раз убедительно показать делом своим. Как показало время, в этом тренер оказался мудрее. Соберутся ли они еще вместе? Одно мы знали точно. Нам их будет не хватать. Как не будет их хватать и Тихону. Шутка сказать, летом 89-го года более трех десятков советских хоккеистов подпишут контракты с иностранными клубами. Но вернемся опять назад в март 89-го, когда наша сборная наконец в полном составе проводила подготовку к чемпионату мира в Швеции. Вот таких две перебивка между двумя пойдет через братские нападающие от средней вот из-за средней линии значит с диагонали вылезают в середину поставим вам эти а дальше то что что дальше вновь столкновение с игроками новой первой тройки чтобы избежать повторения ошибок надо попытаться понять природу конфликта который произошел интересно как его понял Виктор Васильевич Тихон сейчас на конце сезона стало ясно напрямую стали говорить ведущие игроки хотят выехать за рубеж играть в национальной хоккейной лиге это основной мотив который в общем-то и породил все вопросы я против того все-таки ты же родился здесь этот клуб тебя воспитал и ты играешь за сборную команды в стране то это по-моему престиж больше чем поехать тебе там заработать дело не в заработанном нет но ты обязан ты обязан но деньги они стимул но ты же обязан ты обязан защищать честь советской страны конечно ты будешь защищать кто тебе говорит пожалуйста ты играешь там ну вот приезжают сейчас футболисты все это у них там вот эти гулиты и все остальные приезжают и играют можно договориться и можно сказать о том что мы вы должны нам отпускать вот этих игроков пожалуйста и будут отпускать а честь страны саша честь страны это тоже очень хорошо я буду играть в Канаде и пусть посмотрят а кто это такое а что это такое могут они играть здесь или не могут вот тебе Тумба Тумба Юхан давно-давно поехал одним из первых шведов в Канаду и не смог был сильнейший в Европе не смог и тут мы не выдержали нейтралитет да они стремились в НХЛ но это ведь не курорт и не синекура стремились зная что там наверняка придется туго 80 матчей за сезон примерно с равными соперниками в чемпионате НХЛ плюс в случае успеха 20 в финале Кубка Стэнли да не все приживаются в зарубежных клубах вспомните хотя бы о драмах наших известных футболистов так и не сумевших раскрыть себя на западе обыватель злорадствует вот мол цена высоких гонораров но во первых высокий у единиц большинство обирает госкомспорт оставляющий себе львиную долю заработанной спортсменами валюты так может конфликт в другом в недопонимании тренером спортсменов и спортсменами тренера интересно а какие аргументы у Тихонова у нас разговор идет о профессиональном отношении профессионализме это только разговор а отношение вот к работе к той деятельности которая оно чисто любительское и поэтому возникает очень много таких сложностей у тренерского это не только у меня это в общем-то в системе не будем спорить иным из них еще далеко до профессионалов в таких скажем вопросах как соблюдение режима но справедливо и то что попирание личности спортсмена в надежде разбудить в нем самолюбие дает противоположный результат ущемленное самолюбие ущемленное и Играет музыка Он вообще-то по идее-то не должен быть Не должен, у нас все строилось потом на диктаторстве А сейчас не может тренер диктатором Почему сложности вот эти возникли Но вот эта сложность сейчас, она переросла в конфликт И как бы ни хотелось любому тренеру полноты власти И безграничия влияния Ему ничего не остается, как согласиться Примириться с мыслью, что конфликт с лидерами Лежит в самой природе их взаимоотношений От того-то и неизбежен Наличие вакансии первой тройки Никакому тренеру не обещает спокойной жизни Однако куда опаснее для него и для всего хоккея было бы А кажись, она, эта вакансия, не занята и надолго Признаем и то, что при любом выяснении отношений Людям следует вести себя сдержаннее, корректнее, достойнее Как же мешает в жизни ожесточенность, накопившаяся во всех нас Неумение слышать и понимать друг друга ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова